ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беларусь не з Росією супраць Європы и не з Європой супраць Росии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сёння на международной экспертной конференции «Усходня Европа у пошуках безпеки для усіх», передая Белта. Президент звернул увагу, что союзницкие относины Беларуси с Росией, ориентация на интеграцию в формате Евразийского экономического союза, ни у якой меры не ушамляют интересы Украины Европы. И на дворот, развитие относин с ЕС, США, Захадом не суперечить динамицы тесного взаимодействия на Усходе, а служить створению зоны доверия. Керавник державы отзначил, внешнеполитичные инициативы Беларуси широко и абсолютно вядомые. Гэта поширение идей партнерства интеграционных объединений у Великой Европе, обновлении агульной европейского диалогу по омацаване безпеки и супрацовненства. Яны з'являются логичным адлюстраванием объединального парадку дня, який Минск пропануе іншым членам сусветной супольности. Подкреслю Александр Лукашенко. Первыканание задания по будавництву жилых домов, повеличение экспорту послуг и скорочение колькости стратных предприемств. На сёняшнем посяжении Абл-Ваканкама проанализована работа будавнича Галіны. Загученной информацией знайомилися наши корреспонденты. Бадай адзіны проблемны пакашык будавничы Галіны Гомельской в області притягнение замежных инвестиций. Усю остатнє са знаком плюс. Экспорт будавничих архітектурных и инженерных послуг згодны запошними дадзянами амаль 130% при заданні у 103. Уводу эксплуатацію жилых домов 126%. Гэта таксама больш давідзянага задання. При гэтым пастані на початок мая на Гомельшыне заставаліся непрадзянами каля 380 квадыр. У областному комітеті по архітектурі і будавництві кажуть, що такий запас дозволяє позбігнути напруженності на ринку жилля. Потенціальні пакупніки завсюди мають шанс свободно набыть квадыру. Яшчя одна особливість регіона – тут одні з самих низких цен на квадратні метри. Параўнальна низкі цены на жилю не перешкаджаюць будавнікам працаваць ефіктывна. Сьогодні выручка на одного будавніка у Гомельськай в області складай каля трох тыс. рублёв. Гэта адзін з лепших пакашчыка ў Беларусі і хучай за ўсё ён будзе павілішвацца. У селяким выпадку колькаць предприємства Галіны, які працуюць за адмовными фінансовыми выніками, зніжаюцца. Ёсь падставы меркаваць, што до середзіны года їхні застанецца ў вогулі. У нас в мониторингі нахоцца порядка 28 предприятий строительной отраслі, 8 із которых, это небольшая предприятия, сработали с убытками по итогам первого квартала текущего года. Вместе з тем одно предприятие уже на сьогоднішній день вышло із убыточной деятельности. По остальным разработан план мероприятий по выходу на прибыльную работу. І мы ажыдаем по итогам полугодзя, што ў нас уже не останецца ні одной убыточной організація. Олешніцюру, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Сьогодні почала робота 19-я міжнародная выстава «Вясна у Гомелі». Сярод яе удельнікаў, працтуннікі бізнесу, дипломатычных місій і гандлёво-прамысловых палат з 22 країн свету. А про жа непосредна демонстрація продукції у рамках выставы так само пройдуць свята майстров, гастрофестываль і трохдзённый концерт з удделом гомельських творших коллектываў. Першы дзень работы гомельськой «Вясны» в матеріале Олега Сентюрова. Бош як 5 тысяч квадратых метрів для ўсіх экспозицій пад адным дахам міста просто не хапая, а тому наибош габаритную техніку размістили на открытый плясовцы. Менавіта тут на протягу 4 дзён можна буде ўбажыць і оціоніць комбайны «Гомсельмаша» і машына «Мкадора». Увогу лі сё літа ся руту дзеніку «Вясны» ў Гомеле, яку ў традиційно організуе гомельське отдеління беларускай гандлёво-промысловы палаты, представники 22 країн – Росія, Казахстан, Украина, Китай, Сирія, Судан, Йегипет, Нигерія, географія вельмі широкая. Итальянскі бізнес ў гэтам годі представляў адразу някакі компаній. Кажуть, што приїхали с конкретной мэты і знайсти новых партнёров ў Беларусі. Уже открылась компанія «Колос Евротек». Это совместно беларуско-итальянське предприятие, оно резидент свободно-экономической зоны «Ратон». Находиться в городе Гомеле. И тоже здесь есть стенд, мы представляем их. Встречались с рядом компаній порядка пару месяцев тому назад. Сейчас приехали договариваться уже подписывать контракты. Посольство Вьетнама – постоянный удельник выставы «Вясна» у Гомеле. Сёні сяжат задач дэкмісі – удымліку і реклама продукцы з наступной організація її поставок. Пакуль, яща екзотична для беларусу рысовая алаткі і кокосовая малако, а так сама бош знайомай зелёная горбата і кава. Ті трапець гэтай продукція на наш рынок будзе залежыць удымліку і от таго, на колькі ёю затікавіцца ў деннікі гості «Вясны». Хоч пропануюць не тільки замежні экспоненты. Ужо ў перший день работы выставы з продукція акціонерного товариства «Гомель Шкро» ознайоміцца некакі потенціяльных пакупнікоў, і гэта тільки пачатак. На данный момент інсесуваліць ўже із Україны, Російська Федерація, Молдова. Завтра будуть представітцілі із Європейського Саюза. Будем старацца нахадіць новых партнёров. Пры гэтам ў деннікі выставы не обмежоіцца, пропануюць тільки свої традиційныя продукція. Асортамент БМЗ, які прамаў дзел ў быдаўністы національній біблітаки Беларусі, Нинська метрополітэна, некакіх атомных станцій, спортывных аб'єктів ў Англі і ў Украіні, ад бяшовных труб до чугунных патэльняў, даецца, ў адны місце можна набыць практична любую реч. Гомельскі алесогаспадарші аб'єднання, напрык, пропануюць целу лінійку парадумція, ад дошык до паўлів на гранул, тут же пропануюць для туристов і паляўнічых. Сьогодні ў кожным лесгасе ўсь домик паляўнічіка, там можна не тільки адпачыць, а не здобыць ось такі трофеи. Перамовы, бізнес, сустрэчы і томатычны семінары, гэта таксама, девятнадцатая міжнародная выстава «Весна ў Гомелі». У некій ступені ёе можна назвать парадам досягненню утворцу Беларусі, а таксама країн Європы, Азії і Африки. Выстава притягне работу до 27 мая. Олег Центюров, Валерий Капанько, Телера до компанія «Гомель». Першы ў Беларусі Центр развіця прадпрымальніства адкрыўся сёня ў Гомелі. Єн пачаў дзенішаць на базі регіональны дирэкціў БПС «Бирбанка». Тут можна будзі варашаць фінансавы, бухгалтарскі, юридычны і страхавыы пытанні. А таксама адрымліваць консультацыў па любой темі. Ад складання бізнес-плана і регістрація фірмы до адкрыця валютного рахунку. Адкрыцё праміркавана да 15-го Гомельська гэкэнамічнага форуму і павінна паспрыяць развіцю бізнесу ў регіоні. Зурачыстага адкрыця Центра наш наступны сюжэты. Центр развіця прадпрымальніства стані сурьозным памушнікам для кожнага працтавніка малога бізнесу. Тут можна будзі заклюшыць догавор пасуправаджэнні бухгалтарскага уліку пагутарець з юристам і наваць наняць знішніга консультанта. На одній пляцці стануть працювати спеціалісты компаній-партнёров і вони будуть представлять широк необхідних для бізнесмена-організації. Критерием для відбору стане наявність станочій делової репутации і приватній системи преференцій для клієнтів БПС Сбірбанка. Для БПС Сбірбанка бізнес малым не буває. І сьогодні ми передлагаємо поистине новий формат обслуживання наших клієнтів Центр развития предпринимательства. Придя в наш офіс, клієнт може отримати як фінансові, так і нефінансові сервіси. На площаді около 400 квадратних метрів ми розмістили наших партнёров, которых ми отбирали по принципу благонадёжності і хорошій репутації. Центр развиття предпринимательства буде вирішати не тільки існуючі задачі, які ставять перед собою бізнесмени. Йон посприяє активному розвиттю приватні ініціативи. Зараз у обласному центру коля 17 тисяч суб'єктів господарення. За їх 12 тисяч – індивідуальні предпринимальники. БП «Сбірбанк» обслуговує коля 12% суб'єктів малого бізнесу Гомеля. З БП «Сбірбанком» ми роботаємо вже дуже давно. Ми давні партнёры, неоднократно реалізовували мероприятия в рамках програми підтримки малого і середнього предпринимательства. Безліч махчимостів для розвиття бізнесу у комфортних умовах. Вигідні і унікальні пропонування для фізичних особ. БП «Сбанк» і Центр розвиття предпринимательства зекономять час і гроші своїх клієнтів. БП «Сбірбанк» всегда богат на такі інтересні ідеї. І я надію, що ця задумка получить розвиття по всій країні. Нагадаєм, розміщається Центр розвиття предпринимательства у відділенні БП «Сбірбанка» на вулиці Сіалянській, 29А. Для своїх клієнтів він буде працювати 5 дзен на тідень. З понеделка по часів з 9 годин до 17, по пятницях з 9 до 15 годин 45 хвилин. А ось розміщені тут банкоматы, а так само кэш-іны, про які представники сферы малого бізнесу здають выручку, відкриті 24 години у сутків 7 дзен на тідень. Марина Джалла, Вероніка Ворошилина, Андрій Івану, Телерадиокампанія «Гомель». Сучасная техніка, максимальна об'єктивність у падачі інформації, увага до лісів простых людей і, зрозуміла, захоплінаць журналістикай. А б тим, до чого треба імкнуться, а де можна брать з регіональних СМІ приклад, разважали сьогодні у стінах Телерадиокампанії «Гомель». З візітам тут побывало керівництво Белтелерадиокампанії. Подробязності у сюжеті Маріна Джалай. Регіональні меди-ресурсы завсёды будуть прайоритетніми у мясового насельництва. Близкі до чоловека містіны, падеї і люди. А б гэтым завсёды цікаво і важна ведаць. Головне – розказываць аб усім не толькі інформатывна і аб'єктивна, але і шыра. Для гэтага треба не толькі любіць свою професію, але відшуваць адказнаць за кожне сказанне слова. «Сьогодні зрителю важна не тільки рознати какую-то политическую новість чи економічну. Мені кажуть, що люди хочуть видіти якісь про люди. І в жоді ми в агентстві новості робимо на цьому акцент. І коли навіть готові найсім серйозні матеріалу, ми це називаємо «набрати фактуру», ми всегда ориентируємо наших харесмонентів на те, щоб в любому, даже самому серйозному матеріалі, присутували люди. Присутувала точка зрення людей, судьбу людей, історію людей, тому що це завжди інтересно». Гэта моральний аспект «Аднольковы» для усіх СМІ. Для паспіхової працетелі бачення важна роль і практична момантам. Гэта стабільна матеріальна становіша і сучасна техніка. «Вопрос денег, конечно, это вопрос зарабатывання денег і закупки хорошого современного оборудування. Одно связано з другим. Будуть хороші кадри, будуть хороші програми, буде реклама, будуть деньги. І це такий круг, який должен замкнутися. К цему треба стремитися. В целом я посмотрел самостоятельно, достаточно состоявшеся телевидення, і тем більше радио. Поэтому, ну, мне кажеться, в том же духі где-то посмотреть, может, на нас, на те, хто работає в Минскі, кое-что перенять, но вообще лучше свою самобытність сохранять». Гомельске обласное телебачення паступово пераходить на вершанне ОАЖДІ. Наші новіны, які транслируються на телеканалі «Беларусь-1», пераходы життя вілі прикладно два місяці тому. Програмы регіонального канала «Беларусь-4» целком ОАЖДІ почнуть працювати у восінь. Новий формат повышає не тільки якось відео, але й поширяє махчимості телебачення. «Здесь, безусловно, мы рассчитываем на помощь Белти-радиокомпании. Но этот переход – это вопрос не чисто техніческий. ОАЖДІ-картинка, она более яркая, контрастная, насыщенная. Она емоціонально погружає зрителя в ту реальність, которая показывається. И поэтому у наших операторов, режиссёров, да і редакторов тоже буде дуже багато роботи для того, щоб научиться пользоваться этими техніческими возможностями. Но коллектив у нас молодой, амбициозный, я думаю, мы справимся». Почасу встречи с коллективом областной телерадиокомпании, яка была для нового керівництва БТРК «Першей», огучена шмат цікавых пропанов і планов. У приватности розмовы йшла про більш тесное супрасовніство з агентством «Телена Вин». Коллектив цікавило питання будовництва медиа центра у Минску, а так само махчимость стажировки творших работників у Белтелерадиокомпании «Изамяжой». Марина Джалая, Валерия Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». По Межмінскам і Астаной амаль 5 тисяч кілометрів і трогадзіна розніця по шасі. Але гэта не перешкаджає країнам быть близкими партнерами у розних сферах от сельській господаркі до супрасовніства у сфері айті-технологій. Зараз адносіна Беларусі і Казахстана будуюця на підставі договора об економічному супрасовністі, реалізація якого различана наперед до 2026 года. Головная задача на ближайший час досягнуць узровню узаємнага товароабароту у 1 мільярд доларов. У совізі з гэтым у Мінску і Астані кажуть аб необходнасті актавізації супрасовніства. Ад інвістыцій до створення транснаціональних корпарацій, што дазволіць выходзіць на рынкі пазза Євразійським економічним саюзам. Што тычыць а сённяшніга візіту у «Гомель» серед основних задач – развитие супрасовніства у транспортной сферы. Белорусскому державному университету транспорту пропоновано установить тесные контакты с профильными ВНУ Казахстана для суместной подрихтовки специалистов. Подготовка специалистов в области транспорта и строительного комплексу, я думаю, она очень актуальна и для Белорусси, и для Казахстана. Почему? Потому что, начиная с Харгосской таможни в Казахстане и до Брестской таможни, вот этот транзит по перепоске не тільки, кстати, китайської продукції, которая в большому количеству из Китая идет в Европу, через наші страны, имеет большое значення. Это большие поступления в бюджеты и вашей страны, и нашей. Лепши по профессии. У открытым акционерным товаристве «Гомельтранснафтодружба» пройшел конкурс профессийного майстерства. У им прымали удел супрасовніки семи филиалов нафтопроводного предприємства. Заходом с поборництва сочилай наш корреспондент Ганна Коральчук. Традиционный смотр конкурс профессионального майстерства уже несколько лет проходит на базе линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь». В этот раз он собрал более 80 работников, представителей 11 основных профессий, связанных с процессом транспортировки нефти. Линейные трубопроводчики, электрогазосварщики, механики, электромонтеры, монтеры по электрохимзащите и другие лучшие специалисты представляли на конкурсе свои подразделения. Кобрин, Пинск, Туров, Мозырь, Защоб, Егомель и центральную базу производственного обслуживания. По словам руководства, это и есть золотой фонд предприятия, который ценят и поддерживают. «Предприятия в этом году, и это закреплено в коллективном договоре, первое, второе, третье место, ежемесячно получают первое место 20%, второе 15%, третье 10% к должностному окладу. Также те рабочие, которые заняли первое место, имеют право на неочередное повышение разряда, ну в том числе стать, может быть, инженером». После торжественного открытия участники отправились на площадки, где в течение трех дней боролись за звание лучших в своей сфере. Профессионализм конкурсантов оценивался с учетом уровня теоретической и практической подготовки, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. При этом в пары ставили участников разного возраста, чтобы молодежь могла поучиться у старших и более опытных сотрудников. «На нефтепроводе работаю 14 лет здесь. Раньше работал на севере 11. Всегда сложно, очень сложно, потому что соревнования есть соревнования, вы понимаете. Тут вы сами видели, какая отдача». «Два раза я был на международных конкурсах. У меня было первое и второе место. И практически с 2009 года мы проводим конкурсы, так как раньше проводили учебно-тренировочные занятия. Думаю, что-то поучительное, особенно для молодых ребят». Внутренний конкурс профмастерства является своеобразной подготовкой сотрудников «Гомель Транснефт Дружбы» к международным соревнованиям, где участвуют представители нефтепроводных предприятий восьми стран. Сегодняшние победители рассматриваются как первые номера в команде «Дружбы» для интернационального конкурса в Казахстане в следующем году. Анна Корольчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель из Мозыря». У «Гомеля» отбылся концерт коллективу Курской областной филармонии ансамбля «Русская мозаика». Вядомые у своей краяне артысты у Беларуси выступают у першыню. У репертуары – первоважно народные композиции. Они выполняются как на сучасных, так и на довольно редких музычных инструментах – домрах, балалайках и разных видах гармоники. Ансамбля «Русская мозаика» – это соправдные виртуозы живой музыки, сдольные зарабить не только народные, а и классичные творы с разумелыми широкой аудиторией. Концерт российского коллектива на беларусской земле отбылся в рамках обменных астролей в Гомельской и Курской областных филармонии. Раньше мы часто ездили и по России, особенно в Краснодарский край, где-то бывали за рубежом. Сейчас только в рамках обменных концертов с разными филармониями. Неоднократно приезжали к нам коллективы вашей филармонии. Всегда это очень высокое качество исполнения. Всегда это приятно смотреть и слушать. Но вот года два назад у нас была ваша триолирица. Так что я был на этом концерте, с удовольствием послушал. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомельской области отмечается рост количества преступлений в сфере высоких технологий. За четыре месяца этого года на территории региона зафиксировано свыше 180 случаев хищения с использованием компьютерной техники. Жертвами преступлений становятся как пожилые люди, так и молодежь. Мошенники умело пользуются беспечностью и излишней доверчивостью граждан. Среди популярных схем мошенничества в интернете, обращения в социальных сетях с просьбой о денежной помощи, также люди все еще продолжают верить в СМС о денежных призах и других выигрышах, для получения которых требуются паспортные данные и деньги для пересылки. В этом году 78 уголовных дел по линии преступлений в сфере высоких технологий направлено в суд. Однако надо отметить, что потерпевшие не всегда получают свои деньги обратно. Если мошенничество проворачивал иностранный гражданин, вернуть средства гораздо сложнее. Надо всегда задумываться, куда перечислять эти деньги. Действительно ли в одной ситуации мы используем интернет-магазины, которые уже на слуху посоветовал знакомый, посоветовал друг, оплатил что-то, купил. Да, действительно. А есть фишинговые обычные сайты, которые действительно принадлежат для завладения этих денег. Сотрудниками Управления внутренних дел пресечены сразу два случая нелегальной перевозки металлолома. В Чечерском районе при проверке припаркованного к обочине грузового автомобиля под брезентом нашли 11 тонн лома черного металла. Водитель, увидев рядом с машиной милицию, убежал в лес. Принятыми мерами розыска найти его не удалось. Однако сотрудники милиции разыскали владельца большегрузного автомобиля и он уже вывел непосредственно перевозчика. В результате водитель пришел в Чечерский район милиции, рассказал о том, что это действительно его груз. Однако каких-либо документов на металл он предоставить не смог. Второй случай произошел в Ветковском районе. Оперативники АБЭП задержали автомобиль «Фольксваген-транспортер», за рулем которого находился гомельчанин 1975 года рождения. Мужчина без сопроводительных документов перевозил лом цветного металла весом более тонны. Данный груз предназначался для вывоза в Российскую Федерацию. Каких-либо документов перевозчик предоставить не смог. В обоих случаях перевозчики будут привлечены к административной ответственности по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин, а также конфискацию черного и цветного металлов. Гомельским городским отделом Следственного комитета предъявлено обвинение гомельчанину 1956 года рождения в попытке дачи взятки сотруднику госавтоинспекции. По версии следствия, мужчина, сдавая назад, врезался в стену торгового павильона на рынке Прутковский. При этом чуть не задел семейную пару, которая впоследствии и вызвала милицию. Прибывшие на место сотрудники ГАИ обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. Во избежание привлечения к административной ответственности обвиняемый пытался передать инспектору ДПС в качестве взятки 40 рублей. Неправомерные действия у водителя были пресечены. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под домашним арестом. Ранее мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Права на управление автомобилем не имел. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Бресте и Малорите в эти дни проходят финальные этапы республиканских соревнований по гандболу. Стремительный мяч среди ребят возрастом 12-13 лет. Приятно, что и юноши, и девушки из Гомельской области борются за награды. Обе команды нашего региона пробились в полуфиналы. Между тем, практически завершились баталии мужского национального чемпионата. Гандбольный клуб «Гомель» пятый сезон подряд занял третье место. Накануне в матче заключительного тура команда Сергея Цыганкова обыграла могилевскую дружину «Машека» 32-29 и официально оформила бронзу. Кстати, призовое место команда Сергея Цыганкова гарантировала себе практически за два месяца до финиша чемпионата. Разыгрывающий Гомеля Богдан Сергель второй сезон подряд стал самым результативным игроком чемпионата. В 32 матчах он забросил 238 мячей. Судьба золота решается сегодня в Бресте. БГК имени Мешкова играет со столичным СКА. Мешковцам, чтобы оформить пятое чемпионство, хватит ничьей. Армейцам нужна только победа. Чемпионат Беларуси по мини-футболу также вышел на финишную прямую. В РЗ «Элитсельмаш» завтра начнут борьбу за золото. Стартует серия до трех побед в Гомеле. Стартовый свисток на арене спорткомплекса «Локомотив» прозвучит в 17.00. В нынешнем сезоне в противостоянии команд паритет у каждой на счету по одной победе. Судить первый поединок финала будет столичная бригада судей Виталий Иракутский и Игорь Григорьев. Второй поединок серии состоится 29 мая в Лиде. В субботу, 2 июня, команды вновь вернутся в Гомель. Если для определения чемпиона понадобятся четвертый и пятый матчи, то они состоятся 6 и 10 июня. В мужском баскетбольном чемпионате страны также пора решающих матчей. Представитель нашего региона команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта ведет борьбу за седьмое место. В первом поединке серии до двух побед против гродненской дружине при Неманье гомельчане на своей площадке уступили. Завтра их ждет ответная игра на площадке соперника. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»